Все тело твое темно будет. 7 часов утра, а в Покровском соборе уже сотни людей. Перед долгой дорогой они отстояли службу и причастились. В первый крестный ход у нас ходило 49 человек. Вот сейчас количество участников и география участников очень расширилась. Количество примерно до 1000 человек. А география это практически очень большое количество городов России. Одна из участниц юбилейного крестного хода, который в этом году на территории нашего края проходит в 25-й раз, приехала из Москвы. Женщина рассказывает, что в пешее путешествие решила отправиться после того, как икона Коробейниковской Божьей Матери помогла ей исцелиться, когда она находилась в Хабаровске. Это было, конечно, большое чудо. И были многочисленные исцеления уже даже после того, как икона улетела. У меня оставалось масло от этой иконы. И когда мне не могли остановить кровотечение, даже на скорую возили, когда я теряла сознание, просто врачи даже ничего не могли сделать, я приложила смоченный тампон, и у меня кровотечение остановилось сразу. Многие обращаются с мольбами об извлечении Коробейниковской иконе Божьей Матери. Она считается главной святыней Алтайского края. Путь к ней долгий. Расстояние от Покровского кафедрального собора до села Коробейниково, где икона находится в краме Казанской Богородицы, составляет больше 250 километров. И нужно быть готовым ко всему. Что с собой взяли? Палатку, спальник, сухопаек, обувь сменную, одежду тоже, аптечку элементарную. А некоторые в пешие путешествия берут и детей. К примеру, известная алтайская актриса отправилась в поход сразу с сыном и дочкой. Ты ничего не ел практически целый день, но ты уже ничего не хочешь есть. У детей проявляется невероятная энергия. Они начинают бегать, скакать, играть в футбол, волейбол, теннис. И мне приходилось просто разгонять детей, которые прыгали по палаткам. Одно из интересных нововведений в этом году – это, пожалуй, специальный нагрудный значок, посвященный юбилею. Значок выдадут всем причастившимся в третий день пути. За первый паломники преодолели 30 километров, за второй примерно столько же. После короткой ночной передышки в Калманском районе дальше отправятся в путь, который продлится неделю. В Коробейниково верующие должны прийти в это воскресенье, чтобы попросить помощи или благословения у главной алтайской святыни. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.